Но так ли это? Давайте посчитаем. 1000 долларов минус 50 процентов. Получается 500 долларов. Это сумма вашей инвестиции через год, когда цена упала на 50 процентов. Далее, цена выросла на 100 процентов. 500 долларов плюс 100 процентов получается 1000 долларов. То есть через два года вы вернулись к той же отметке, где и были. Вот еще один пример. Допустим, одна из ваших инвестиций выросла в прошлом году на 100 процентов, а в этом году упала на 50 процентов. Вы не можете просто вычесть вторую цифру из первой, чтобы узнать, какую реально доходность имеете на сегодняшний день. Если вы так сделаете, то получится, что доходность по вашей инвестиции составила 50 процентов. То есть, если вы инвестировали 1000 долларов в первый год, то сейчас ваша инвестиция должна стоить 1500 долларов. Неплохо, да? Конечно, неплохо, если не считать, что это неправильно. Такая простая математика не берет в расчет те деньги, которые были заработаны в первый год, и то, как результаты второго года повлияли на общую ситуацию с инвестицией. Если сделать расчет правильно, то получается, что в первый год ваша инвестиция выросла на 100 процентов до 2000 долларов. Во второй год стоимость инвестиции упала на 50 процентов, и 2000 долларов стали 1000 долларов, то есть вернулись на ту же отметку, с которой начинали. Ваш доход за два года равен нулю. А вот реальный пример. Стоимость акций компании Shopee Image упала в 2001 году на 23 процента, а в 2002 году поднялась на 48 процентов. Вы можете подумать, что в результате доход по данным акциям составил 48 минус 23, то есть 25 процентов. Но это не так. Расчеты показывают, что реальная доходность за два года составила 14 процентов, или 6,7 процентов в год. Если вы инвестировали 1000 долларов, то к концу первого года ваша инвестиция стоила 770. Если доходность во втором году составила 48 процентов, то ваша инвестиция стала стоить 1140 долларов. Согласны с такими расчетами? Еще более наглядный пример. Компания Steel Technologies. Акции этой компании упали на 62 процента в 2000 году и поднялись на 68 процентов в 2001 году. Если считать по-простому, то доходность составила 6 процентов. 68 отнять 62 за два года. Но не тут-то было. Реально стоимость инвестиций уменьшилась на 36 процентов. Другой важный элемент капитализации – волатильность. Или другими словами, как часто и сильно изменяется цена на акции. Волатильность может сильно повлиять на доходность инвестиций. Чем больше колебания доходности во времени, тем меньше будет капитализированная среднегодовая доходность. Взгляните на цифры, подготовленные компанией Charles Schwab. Они рассмотрели три случая, в каждом из которых цены на акции колебались по-разному. В первом случае цена акций в первый год поднялась на 30 процентов. Во второй год упала на 15 процентов, а в третий год поднялась на 25 процентов. Во втором случае цена акций в первый год поднялась на 75 процентов. Во второй год упала на 45 процентов, а в третий год поднялась на 10 процентов. В третьем случае цена акций в первый год поднялась на 13%, во второй год поднялась на 14%.